Привет, друзья! Настя, а ты читала рассказы о Генри? Разумеется, читала. Конечно, в оригинале. Слушай, я тут хочу Драйзера почитать. Да, конечно, почитай, но только лучше в оригинале, как я сделала. А Хемингуэ тоже в оригинале? Да, конечно, только так. Ну и выпендрежница. Если вы также хотите выпендриваться тем, что можете читать литературу на английском, то обязательно посмотрите сегодняшний выпуск. Я расскажу вам, как правильно читать книги на английском и, самое главное, как учить английский по книгам. Меня зовут Настя, и это канал Puzzle English Life. Погнали! Итак, возникает первый вопрос. Как же выбрать книгу для чтения на английском? И если вы только начинаете изучать английский язык, я умоляю вас, не отвергайте детские сказки и истории для детей. Естественно, написаны они для детей, и язык там будет простой. Особо сложных грамматических оборотов и конструкций вы, скорее всего, не встретите. И с первых моментов уже сможете кайфовать от того, что вы читаете какое-то произведение, пускай даже сказку, на английском. Если у вас уровень средний и выше, берите уже более серьезные произведения. Какая у вас цель чтения? Ответьте себе на вопрос. Если вы, например, врач, и вам нужен английский для работы, остановите свой выбор на профессиональной литературе. Почему? Потому что вам просто необходимо знать лексику. А если хотите иметь глубокие познания в языке, для вас классическая литература. И обязательно обращайте внимание на то, в каком году было написано произведение. Потому что, если, например, это Шекспир, вы столкнетесь с большим количеством слов, которые считаются уже устаревшими. А если это, например, Джек Лондон, то таких слов будет уже намного меньше. Если хотите освоить разговорный язык, современные слова и фразы, сленг, то берите произведения современных авторов. Выбирайте жанр, который любите. Детектив, роман, фантастика, драма. Выбор ваш. Если вам реально интересно читать книгу, то вас может так затянуть, что вы и не успеете оглянуться, как уже выучили английский. А еще такой лакхак. Если вы не знаете, что выбрать, если вы боитесь потеряться в сюжете, берите книгу, которую уже когда-то читали по-русски. В таком случае вы будете даже иногда догадываться о значении некоторых слов. Вот как я начала читать книги на английском. Моей первой книгой были рассказы о Генри. До этого в школе мы тоже читали какие-то отрывки из сказок, рассказов, произведений, но это было все очень неосознанно. А вот рассказы о Генри совсем несложно читать, и кроме того, они очень смешные. К этой книге я завела четрать словарик, в которой записывала все незнакомые мне слова. Перед собой я не махлевала, и так что если через несколько страниц попадалось какое-то слово, которое уже мне было в словарике, и значение его я как бы все равно не очень хорошо помнила, я возвращалась в словарик, смотрела на это слово, пыталась его хорошенечко запомнить, и вуаля, я его запоминала. Фишка в том, что в произведении многие слова повторяются. Таким образом, вы встречаете их несколько раз. Даже не несколько, а иногда по многу раз. И в итоге вы их все-таки запоминаете. Плюс в том, что вы запоминаете, в каком контексте вы его встретили, и для вас это не просто голое слово. Ну, голое это в смысле такое само по себе, такое одинокое, бедное и несчастное. Вы запоминаете это слово в связках с ситуациями, случаями и событиями. И само по себе чтение это отличный способ визуально запомнить слово и запомнить хорошенечко, как оно пишется. А еще чтение просто вдалбливает тебе в голову правильное построение предложений на английском. И еще берите и читайте как можно больше произведений одного автора. Первая книга этого автора может показаться не такой уж и простой, но потом вы заметите, как вам станет легче. И сейчас отвечу на вопрос, почему. Просто все писатели тоже люди, и у каждого есть определенный словарный запас. Поэтому многие формулировки и слова будут встречаться вам и в других книгах и произведениях этого автора. Советую также читать больше вслух. Вы лучше запомните, как звучит слово, а также улучшите свое говорение и произношение. Ну, можете, например, читать для своего кота. А также слушайте аудиокниги на английском. Таким образом вы просто улучшите свое аудиальное восприятие языка. И когда вы будете слышать английскую речь, вам не покажется, что это какая-то тарабарщина. И еще немного о плюсах чтения на английском. Пассивный запас слов и его активация. Активный словарный запас – это те слова, которые мы знаем и активно используем в речи. А вот слова, значения которых мы знаем, понимаем, но не используем в речи – это ваш пассивный словарный запас. И вот как раз чтение книг на английском поможет вам активировать этот пассивный словарный запас. А еще известно, что чтение – это прекрасное лекарство от плохого настроения, уныния, депрессии. А также чтение помогает вам оставаться молодыми и не стареть. Развивается память и происходит формирование новых клеток и нейронных связей. Так что читайте книги на английском, совершенствуйте свой язык и оставайтесь молодыми и здоровыми. Короче говоря, одни плюсы. А к чему я все это, собственно, говорю? А к тому, что на Puzzle English появился новый раздел, которого вы все так долго ждали. Книги на английском. Да не просто книги. С профессиональной озвучкой и параллельным текстом на русском. В нашей онлайн-библиотеке уже 72 книги, и эта библиотека пополняется каждый день. Так что заходите в нашу библиотеку, берите с виртуальных полок Драйзера, Марка Твена, Джека Лондона. Читайте, но не забудьте вернуть, потому что библиотекарь-то будет ругаться. А это была шутка, потому что, ну какой библиотекарь в виртуальной библиотеке? Ну, никакого. Абсолютная анархия, безнаказанность и изучение английского с удовольствием. Переходите по ссылке на сайт Puzzle English, регистрируйтесь и читайте, слушайте и погружайтесь в мир любимых произведений. И, кстати, у вас все еще есть возможность выиграть три месяца «Все включено» на сайте Puzzle English. Три месяца «Все включено». Ну, это у нас конкурс проводился в прошлом видео, и он еще не закончился. Для того, чтобы принять участие, нужно сделать фото с домашним питомцем в стиле Рафики поднимает Симбу, чтобы показать его всему звериному королевству. Вот оригинал, а вот великолепное повторение. Кстати, если у вас нет домашних питомцев, поднимайте игрушки, горшки с цветами, младших братьев, электрический чайник. Ну, короче, включайте фантазию. И присылайте фото в личные сообщения в наши соцсети. Вконтакте, Инстаграм, Фейсбук или Твиттер. Выбирайте. И обязательно поставьте вот такой хэштег под вот этим видео. Или оно будет вот здесь. Где-то оно будет. Это вы сделаете для того, чтобы заявить о своем участии. А с вами была Настя и канал Puzzle English Live. До новых встреч. Пока-пока.